Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Михаил Илицарев, и программа «Эх, времена». Сегодня очень интересная тема, и сразу же мне хотелось бы вам представить гостя. Виктор Борисович Чернявский, кандидат технических наук, а также доцент Вятского государственного университета. Здравствуйте, Виктор Борисович! Здравствуйте, Михаил! И сразу же так немножечко в сторону отойдем. Виктор Борисович, расскажем просто Викторе Борисовиче, потому что непонятно, ну доцент и все вроде бы. Но нет, Виктор Борисович работал в Днепропетровском государственном университете. А также в Национальном аэрокосмическом центре Государственного космического агентства Украины. То есть, чтобы вы понимали, это украинский аналог нашего Роскосмоса и американского НАСА. Бывшего. Ну, практически там в НАСА уже ничего не осталось. Так, мы об этом поговорим еще. Мы еще об этом поговорим. И специализация Виктора Борисовича долгое время это РВСН, то есть ракетное вооружение стратегического назначения. Совершенно верно. А чуть позже уже космические аппараты. То есть, это уже после развала Советского Союза. И, Виктор Борисович, тема сегодняшняя, как я понимаю, это история развития ракетной техники в периоде, собственно, СССР и Российской Федерации. То есть, сейчас все равно эта тема очень актуальна. Мы в новостях постоянно видим Рогозина, мы постоянно везде видим Роскосмос. Тут, значит, абсолютно недавно, относительно недавно, да, космонавты обращались с просьбой лично к Путину о повышении зарплат, потому что им платили немного, сейчас повысили. Насколько я знаю, именно уже космонавт полноценный получает 500 тысяч в месяц, а стажер что-то там в районе 350. Путин сказал, мы найдем деньги, где их изыскать, для наших космонавтов. И, скажите, вообще, тема развития вообще ракетной техники, насколько она актуальна, допустим, для Российской империи? Я, насколько знаю, что там, собственно, вообще совсем было как бы глухо, совсем космосом. Ну, не совсем. С ракетной техникой Российской империи, кстати, как ни странно, вот если вспомнить, был такой полковник Засядько, который впервые применил реактивные снаряды на поле боя. Вот. Это было где-то, ну, если я не ошибаюсь, в районе XVIII века. Вот. И если я не ошибаюсь, это было где-то в районе, ну, вам, как историку, наверное, это самое, это ближе. Время, во время, Крымская кампания когда была? Крымская война или... Крымская война. Крымская война 1853-1854. 19 век. Да, 19 век. Вот в 19 веке Засядько уже тогда применял так называемые реактивные снаряды. Они очень были похожи на современные петарды и вот эти вот наши салюты, которые мы китайские запускаем. Вот. Но они имели боевое применение, там был снаряд. Понятно. Ну, вообще ведь космическая тема, особенно когда стали смотреть, там, астрономы во все эти, в свои, в трубы-то, в свои, в эти, на Луну, на Марс, это же был огромнейший бум в конце 19-го, начале 20-го века, когда... Ну, все началось с Галилея. Ну, да, Галилея у Галилеи, безусловно, но он все-таки как бы такой теоретик, так скажем. Почему? Он же построил первый телескоп и наблюдал первые четыре спутника Юпитера. Да, но в конце 19-го как раз, в начале еще появляется как раз «Война миров». Гарберт Уэллс. Да, и как раз у Уэллса появляется «Война миров», и люди фантазировали об этом. Опять же, у Богданова, о котором я говорил, появляется там «Красная звезда», потом позже там «Инженер Мэнни». Каналы на Марсе. Вот. И это тоже, да, каналы на Марсе и прочее, прочее, прочее. То есть тема как бы была актуальна. Но советское время, как вообще это все происходило? Мы понимаем, что в имперское время все-таки, наверное, ракетная техника все-таки находилась в таком полузачаточном состоянии, с учетом того, что именно Великая война, да, то есть Первая мировая война, как мы ее сейчас называем, фактически была таким испытательным полигоном, и многие виды вооружений появлялись в процессе только вот этого. То есть там, допустим, впервые стали использоваться танки как оружие массового наступления, авиатехника в том числе, то есть, ну, в первую очередь, конечно же, бипланы, да, то есть вот они. А именно ракетная техника все-таки, наверное, это СССР. Ну, ракетная техника развивалась не только в СССР, она развивалась и в мире, и, наверное, скажем так, вот период, когда начала, или начала? Начала. Начала. Развиваться действительно и приобретать актуальность, это все-таки после Первой мировой войны, когда стало понятно, что для того, чтобы выигрывать войны, нужно применять какие-то новые виды вооружения. Танки танками, самолеты самолетами, но уже тогда задумывались о ракетной технике. В СССР к ракетной технике относились, ну, достаточно, скажем так, лояльно, я бы сказал, поддерживали эти работы. Вот знаменитая лаборатория ГИРД, в которой и Королёв принимал участие, был даже создан ракетно-эрнии, ракетный научный институт, который в свое время возглавлял Тухачевский. Понятно. До войны. Вот. Ну, там, что случилось с Тухачевским, пусть историки разбираются. Вот. Но, тем не менее, эти работы шли. Вот ГИРД-10, это первая советская, скажем так, ну, полноценная ракета со своим двигателем, там, жидкостным. Она полетела. Вот. Вот. И на базе этих разработок, во время, уже перед войной, или, ну, перед войной, скорее всего, и особенно в первые месяцы войны, была разработана наша знаменитая система «Катюша». Вот. Вот. Она базировалась на работах, которые как раз проводилась вот эта вот лаборатория ГИРД-10, в смысле ГИРД, а потом уже ИРНИИ. Вот наши знаменитые вот эти ракеты-снаряды, это вот как раз прямые наследники этих разработок. Параллельно эти же работы вообще в плане изучения ракетного движения, они, конечно, шли и в Германии, и в Америке, и в Англии. Вот. Немцы пошли немножко другим путем. Они, ну, поскольку просто у них такая была, видимо, система организации и научных разработок, и технологических разработок, они создали, ну, скажем так, КБ, которое возглавил небезызвестный Вернер фон Браун. Он, если я не ошибаюсь, группенштурмфюрер СС. Вот. Талантливейший инженер, это безусловно. И первая разработка его, это была Фау-1. Это была крылатая ракета. То есть аналог, в принципе, наших ракет-снарядов только с крылышками. Вот. И применялся он достаточно успешно. По крайней мере, они, Фау-1 обстреливал Лондон. Угу. То есть перелетала через Ла-Манш. Вот. И, вообще говоря, англичане по этому поводу очень здорово, конечно, переживали, потому что, ну, ракета была достаточно такая мощная, скажем так. А следующая разработка, это Фау-2. Это уже полноценная ракета тактического назначения с радиусом действий 250 километров. И эта ракета несла боевой заряд 956 килограмм в тротиловом эквиваленте. То есть 956 килограмм тротила. Можете себе представить. Почти тонна. Стреляла она, я еще раз говорю, на 250 километров. Была, ну, как бы, они приступили к ее производству в 1943 году. И тоже обстреливали Лондон. Понятно. Вот. Более того, известно, что Черчилль во время войны в 1944 году обращался к Сталину с просьбой помочь англичанам выяснить, что это за оружие, вот, где оно производится, и вообще как-то с этим попробовать побороться. Вот даже были такие. Ну, вообще ведь, в принципе, я вот уже как историк-то, вообще в ходе именно самих войн и Вторая мировая, да, Великая Отечественная война, это, понятно, не исключение, апробировалось, как бы, собственно, обкатывалось и появлялось достаточно большое количество новых вооружений. Конечно. То есть, мы можем взять за пример, там, да, там, условных, тех же самых, да, любую нацию, участвующую во Второй мировой войне, и понятно, что в ходе этого всего появлялись эти новые вооружения, в том числе и ракетные системы залпового огня. То есть, ведь они были и активно применялись теми же самыми и немцами, да, так называемые вундерваффли. Да, да, да. Вот, и, собственно, американцами, то есть, на базе Шермана там ставилась специальная ракетная установка, как-то вот я уже, она, по-моему, называлась «Сентинелл». «Сентинелл». Да, «Сентинелл». А вот у британцев, я вот не знаю, по-моему, не было ничего такого. Нет, у англичан не было ничего. Вот, у англичан такого не было, ну, про французов мы вообще не говорим, про трехмесячников. Вот, и тут как бы это понятно, но Фау-2, я вот, насколько знаю, да, Фау-2 вообще наводили страх абсолютно на все. Не, ну, представьте себе, тона тротила на вас летит. Конечно. Конечно, и ведь даже Фау-2 стало таким прообразом для вот этих всяких конспирологических теорий, что там вот у немцев есть реактивные... Аненербы. Ну, аненербы, конечно, да, и что там у них есть самолеты в форме летающих тарелок, там вот это вот все, и вот это вот такое все прекрасное, потому что, ну, безусловно, как бы немцы все-таки чисто технологически, конечно же, они были хороши, хотя в тот же самый момент... Мессершмитт-262, реактивный истребитель. Да. На секундочку. Да, да, то есть, но если в тот же самый момент рассматривать именно, скажем так, по вот техническим характеристикам, если все хорошо, то вот момент как раз... Даже как это будет настроение? Не утилизация, да? Унификация? Нет. Вот «Пантеры», например, там были даже рекомендации советским танкистам, если «Пантера» стоит сломанная с двигателем, ну, естественно, сломанным двигателем, то ее даже не нужно брать, то есть его не восстановить. То есть его нужно просто вот этот танк просто оставлять где-то, вот этот вот «Панцеркомфваген», да, там его просто нужно оставлять и даже как бы не трогать, вот. То есть в плане вот моментов утилитарных, вот, в моментах утилитарных немецкая техника, она была... Но, конечно же, это был, словно, прорыв. Так, и что ж по итогу-то? Ладно, хорошо. По итогу все началось с Фау-2. Вся ракетная техника началась с Фау-2. Почему? Потому что все современные... Ну, скажем так, все современные ракеты, я имею в виду жидкостные, прежде всего, не твердые, не те, которые на твердом топливе, а именно жидкостные, они так или иначе по своей конструкции несут все основные агрегаты, которые в свое время были заложены в Фау-2. Понимаете? Вот такая штука. И учитывая то, что после... В 45-м году, когда завод по производству Фау-2 располагался в горах Тюрингии, это была зона, ну, оккупации, скажем так, американцами. И тогда Браун со своей группой конструкторов сдался. Он перешел, ну, в смысле, сдался американцам. Естественно, они взяли всю рабочую документацию, всю конструкторскую документацию. Специалисты все оказались у американцев. Мы спешили тоже туда попасть, безусловно. Вот. И перед уходом американцы пытались взорвать этот завод. Вот. Назывался он, сейчас я, дай бог памяти, Миттельверк. Вот так вот это вот в горах Тюрингии, прям там в штольнях. Вот. Ну, что-то они взорвали, что-то не взорвали. Нам досталась технологическая оснастка. К сожалению, ни одного целого образца Фау-2 мы не получили. Но какие-то отдельные узлы мы, конечно, получили. И какой-то процент, там небольшой, там где-то в районе 150 специалистов, скажем так, младшего обслуживающего персонала немецкого. И вот с 45-го года, как только мы к этому получили доступ, и американцы, и мы стали заниматься ракетной техникой. О космосе речь не шла вообще. Речь шла об одном. Есть. У американцев тогда уже была атомная бомба. Первоначально у них была стратегия нанесения ядерных ударов, то есть бомбардировок по городам СССР при помощи Б-29. И под это они, собственно говоря, и модернизировались. Но когда Королёв, прежде всего Королёв, давайте так, создал сначала R-1, в общем-то, это наши конструкторы во главе с Королёвым просто воссоздали V-2 с небольшими изменениями, но наша первая ракета стратегическая, R-1, это была, в общем-то, копия V-2, восстановленная. У неё, конечно, характеристики были по нынешним временам совсем никакие, там 270 километров дальность и порядка 700 килограмм полезной нагрузки. Но конструктивно, конструктивно, это уже было чисто наше советское изделие, где всё было сделано нами. Абсолютно. Вот. И потом на базе была, на R-1 была ракета R-2, R-3, и затем появилась семёрка, знаменитая R-7, вот эта СК, на которой, собственно говоря, мы запустили первый спутник в 57-м году и в 61-м году, в общем-то, уже на, скажем так, на трёхступенчатой её вариации полетел Гагарин. Но она разрабатывалась изначально как боевая ракета. И вот в 1955-м году, вернее, не в 55-м году, в 57-м году, в августе, произошёл первый, скажем так, удачный пуск. Ну, там были сложности. Вот. И вот первый удачный пуск был в августе 57-го года этой ракеты, боевой. И она впервые, ну, скажем так, доставила полезный груз на дальность 8 тысяч километров. И когда американцы об этом узнали, они поняли, что есть, помимо самолётов, есть средства доставки атомного оружия гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Вот. И тогда, вот они тогда действительно серьёзно занялись своими ракетными вооружениями в Америке. И там началась вот эта, в общем-то, гонка ракетных вооружений между нами, ну, между Советским Союзом и американцами. На разных этапах кто-то опережал чуть-чуть, кто-то отставал, но, в принципе, шли в одном темпе. Ну, вот, таким образом это продолжалось и продолжается, и сейчас. Ну, вообще, конечно же, стоит сказать, что техника военной, да, вообще, Вторая мировая война, Великой Отечественной войны. Просто я хочу подчеркнуть, что космос возник не потому, что хотели заниматься космосом, а это уже возникло как вторичное, как приложение, как, скажем так, ну, ракеты, вообще любая военная технология, это технология двойного назначения. Она может служить непосредственно оружием, но те технологии, которые разрабатываются там, они ведь потом идут и в нашу гражданскую жизнь. Вот я об этом как раз хотел сказать, что Вторая мировая война, Великая Отечественная война, они, вообще, в принципе, любая война, в которой применяются какие-либо новые военные технологии, они после войны пытаются всё равно как-то находить им, пытаются применение в гражданской жизни. Безусловно, конечно. То есть, даже такой пример, это британская фирма Land Rover, которая, да, которая Range Rover, которая, вот, собственно, и первоначально, понятно, они, собственно, были Land Rover'ы, и самый первый их грузовик, то есть джип, это был как раз Defender, вот, который существовал долгое-долгое-долгое вообще время без каких-либо изменений. И вот буквально недавно как раз вышел новый, как бы, рестайлинг, очень уж, конечно, красивый, прямо скажем, Defender, и он считается вот таким вот эталоном качества, надёжности, долгого-долгого срока службы. Мы даже с вами вспоминаем, допустим, это, кстати, очень интересный факт, помните, может быть, такой, как его, Моряк Папай, который, реклама мультфильм, да, который ел шпинат и, там, спасал свою эту возлюбленную, всех, там, бил, а вот и после шпината он становился сильным-сильным-сильным. Вообще, вы не поверите, но данный мультфильм первоначально задумывался не как мультфильм, а как рекламная акция шпинату, которого после Второй мировой войны на складах было огромнейшее количество. Ну, во-первых, тут даже, что касается автомобиля, не нужно далеко ходить. Наша знаменитая Нива, она ведь изначально проектировалась как военный джип. Ну, да. Вот, это раз. Во-вторых, мы все привыкли вот к прессованным, вот, очень часто сейчас у нас продается не только наши, но и импортные изделия, я имею в виду прессованные зерна. Ну, там, Кёрхер, там, я не знаю. Да, да, да. Так вот, это пришло из космической области. Это сначала хлеб для космонавтов. Он изготавливался вот в виде таких прессованных, ну, кружочков, кубиков и так далее. И, да, и тут, конечно же, стоит сказать, что, то есть, в действительности все эти вещи, они рука об руку, мы не можем их рассматривать вот прямо вот отдельно друг от друга. Тема, на самом деле, очень интересная. Так, Виктор Борисович, расскажите, и все-таки, какие успехи, если вот так вот говорить более широко, да, какие успехи были все-таки у ракетно-космического, скажем так, аспекта нашей промышленности? Ну, успехи у нашей, у Советского Союза, они как бы бесспорны, и, ну, я не знаю, очень сложно их оспаривать, понимаете? Почему? Потому что, несмотря на то, что мы в свое время вот эту лунную гонку как бы проиграли, но мы ее проиграли со знаком плюс. Почему? Потому что ракета Н-1, а потом ее форсированный вариант Н-1Ф, вообще говоря, задумывалась опять же, как боевая ракета. И история эта связана с небезызвестной нашей царь-бомбой. Ну, я напомню, может быть, кто-то не знал, может быть, кто-то забыл, что Советский Союз в свое время испытал самый мощный термоядерный заряд. Это так вот знаменитая бомба АН-602, ну, там по-разному ее называют, разная индексация. Вот. Значит, на Новой Земле, я уже не помню, в каком году, честно, был испытан заряд термоядерный Советским Союзом мощностью 58 мегатонн. Так вот, на секундочку. Действительно, такое испытание было произведено. И Никита Сергеевич Крущев в свое время Никсону, который тогда только-только избрался президентом, он грозил вот как раз Кузькиной матерью. Вот эта Кузькина матерь, он имел в виду вот эту вот бомбу. Ну, этот заряд. Вот. Была изготовлена бомба, или, скажем так, заряд термоядерный, но вес его составлял порядка 27 тонн. Для того, чтобы этот заряд доставить нашему вероятному противнику, как мы всегда говорили, значит, нужно какое-то средство доставки. Академик Сахаров в свое время предлагал построить торпеду, морскую торпеду, на нее поместит этот заряд, подорвать ее у берегов Америки, вызвать колоссальное цунами, и вообще говоря, половину Америки просто залить водой. Это реально. Понимаете, при взрыве такой мощности возникает, скажем так, морская волна, которая в состоянии докатиться до середины североамериканского континента. Вот. Но тогда наши моряки, в частности, главнокомандующий военно-морским флотом СССР, сказал, нет, я офицер, я морской офицер, но я не убийца. И моряки отказались, наши моряки отказались работать над такой торпедой. И поскольку к тому времени, скажем так, боевая тематика начала уже перетекать в КБ «Южное», который уже тогда возглавлял Михаил Кузьмич Янгель, за эту задачку доставки такого полезного груза на дальность от 11 до 15 тысяч километров взялся Королев. И ракета «Н-1» Королевым разрабатывалась как боевая ракета. О космосе вообще не... Это был 60-й год. Понимаете? До знаменитой речи Кеннеди 12 сентября 1962 года, когда он объявил о планах Америки, значит, построить ракету и высадить первого человека на Луну, оставалось еще два года, а о лунной гонке вообще даже речи не шло. Понимаете? Это уже потом, когда американцы приступили к разработке «Сатурн-5», тогда, ну, какая у нас была... Какой проект был сверхмощной ракеты? «Н-1». Вот ее и начали приспосабливать к лунной гонке. Но она, к сожалению, к этой задаче не была тогда готова. Так, дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через минуту. Мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Дальше будет еще интереснее. Эх, времена! Итак, дорогие друзья, с вами снова программа «Эх, времена». Я, Михаил Илицарев, и в гостях у меня сегодня Виктор Борисович Чернявский, кандидат технических наук, доцент Виадского государственного университета. В первой части программы мы как раз поговорили о неразрывности военных и гражданских технологий, да, фактически, в производстве ракетоносителей и вообще в целом ракет. И, Виктор Борисович, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы живем в эпоху информационную, да, эра все-таки информационных технологий. Цифровых технологий. Цифровых технологий. А, уже цифровые. Ну, все, дожили. Ну, я ж, я ж, анахронизм, ретроград, мне можно. И, понимаете, мы на волне вот всех каких-то там событий воспринимаем, допустим, Илон Маск и его этот драгон, или как он там, которая ракета у него полетела. Мы смотрим и думаем, вот тут нам тут Кузькину-то мать как раз, как Хрущев обещал всем, вот нам устроят там вот опять же из-за океана, из-за бугра. Да, скажите, сейчас вот ситуация в мире какова, кто, я знаю, что китайцы начинают работать над космической программой. Они давно работают. Ну, давно, но они уже прямо вот совсем прямо серьезно уже заявили обо всем. Ну, китайский лунноход уже ж ходит. Ну, да. Да, и они уже как бы заявили тут, я просто буквально позавчера, по-моему, какие-то у них были уже заявления касательно того, что, ну, все, ребятки, мы уже считаете, что там уже на Луне уже свою колонию образовали. Вполне может быть. Да. И, понимаете, как вообще в мире, кто сейчас может участвовать в чем-то, могут ли те же самые американцы, и может ли Российская Федерация? Потому что многие традиционно, да, воспринимают вот все, вот наш, там, Роскосмос, Рогозин, ха-ха-ха. А так ли в действительности ха-ха-ха или не ха-ха-ха? Нет, на самом деле не ха-ха-ха. Все дело в том, что как бы эту проблему нужно, на мой взгляд, нужно как бы рассматривать с двух точек зрения. С технологической точки зрения, с научной точки зрения, с научно-технической точки зрения, я считаю, что мы ничем не уступаем ни американцам, ни китайцам, а в некоторых вопросах до сих пор еще и превосходим. Даже несмотря на то, что Ральд Зинурович Сагдеев, когда это еще было до развала Союза, он возглавлял тогда Институт космических исследований, который занимался, в общем-то, пилотируемым космосом. И вот все основные научные разработки в плане исследования, пребывания человека в космосе, особенно вот эти все знаменитые длительные полеты, которые тогда наши космонавты осуществляли, это ж надо было выстроить целую технологию. То есть, чтобы человек там не потерял свои, допустим, физиологические какие-то качества. Потому что первые космонавты, которые, допустим, никакими физическими упражнениями на орбите не занимались, уже после трех-четырех недельного пребывания на орбите прилетали, им нужно было проходить месяц реабилитации, потому что достаточно быстро атрофируется основная мышечная система. Так вот, Сагдеев в то время тогда уехал в Америку и увез очень много, естественно, с собой ценной информации, которая была заработана нашими космонавтами, ну, в буквальном смысле слова, ценой своего здоровья. Понимаете? Потому что каждый пилотируемый полет, это, в общем-то, еще и крупный научно-исследовательский эксперимент. Конечно. Вот. Но несмотря на это, несмотря на это, пока вот в этом плане, даже вот несмотря на то, что многие вещи стали известны американцам, естественно, и потом китайцам, благодаря Украине, между прочим, к сожалению, вот, мы все равно в плане пилотируемого космоса, я считаю, находимся все-таки на первом месте. Понимаете? Что касается технологий, ну, если вы затронули тему Илона Маска, нужно понимать, что Илон Маск – это не инженер. Ну, конечно. Он не инженер. Он, скажем так, да, он пиарщик. Продажник. Прежде всего пиарщик, понимаете? Его задача – пиарить и продавать. Делать рекламу. Конечно, конечно. Понимаете, то, что, допустим, они сделали возвращаемую первую ступень своего носителя, ну, это интересная инженерная задача. Ну, вы понимаете, какая штука, Михаил, она уже немножко устарела. То есть? Ну, на самом деле, нерентабельно возвращать первую ступень ракет-носителей, поверьте мне. Понимаете? Ведь шаттл, вот знаменитый, да, и потом наш Буран. Наш Буран был эффективней. У нас просто не нашлось задач под эту программу. Потому что мы построили супертяжелую ракету, которая выносила 100 тонн на низкую орбиту. Понимаете? У нас не было задач, что туда выносить. Ну, хорошо, мы построили эту ракету. Советский-то Союз планировал, потому что следующим этапом после энергии должна была быть лунная экспедиция. Но грянула перестройка, Союз развалился, все это накрылось. Естественно, о Луне пришлось на какое-то время забыть. Понимаете? Американцы на шаттле выносили на низкую орбиту 30 тонн. Ну, они не планировали, собственно говоря, после завершения программы Аполлон. Летать на Луну. Потому что в смысле, в принципе, ну что туда летать, что там делать? Вопрос, я понимаю, что вопрос тут чисто утилитарный. Если мы, допустим, сейчас проявляем интерес к Луне, то прежде всего это объясняется тем, что вот на Луне на полюсах вдруг обнаружилось большое количество пресной воды. А вопрос с пресной водой на самом деле у нас на Земле стоит очень остро. И я думаю, что, например, ну где-то лет через пять. Вообще, если вы сейчас посмотрите, вот та пресную, та вода, та питьевая вода, которую мы с вами пьем, да, вот которую мы покупаем, да, там. Обратите внимание, она уже дороже бензина. Да. А через пять лет она еще возрастет в своей цене, понимаете. Население Земли все равно растет, а ресурсы этой Земли ограничены. И прежде всего это питьевая вода, ну в смысле пресная вода, понимаете. Поэтому интерес и к Луне, и к Марсу, особенно к поясу астероидов, где очень много льда вращается, понимаете. Казалось бы, ну боже мой, когда это будет? А на самом деле это может быть очень скоро, когда мы столкнемся вот даже с этой задачей. Ну и плюс космическая энергетика. В космосе, если, например, размещать те же самые, допустим, те же атомные реакторы или те же термоядерные реакторы, это все-таки выгоднее, чем в условиях Земли, понимаете. Почему? Ну потому что в условиях Земли их надо защищать. Правильно? Заботиться о безопасности. Потому что Чернобыль, та же Фукусима, нас уже научили. Ну к чему-то, по крайней мере, показали, к чему это может привести. Вот там это немножко проще. Виктор Боевич, я, насколько знаю, вообще у вас тема диссертации у вас была засекречена. Ну как засекречена? Она была просто закрытая. Она была закрытая. Это, ну, и сейчас есть такие, ну, в смысле. Конечно, конечно. Я просто знаю, что вы ездили защищаться в Москву сотрудником КГБ и брали под подпись, собственно, даже свой вариант диссертации, чтобы там посмотреть, что-то там прикинуть. Ну, когда я приехал в организацию, в которой я защищался, ко мне приставили майора, который носил мою диссертацию. Я к ней, я у него брал. То есть я не брал в секретной библиотеке, только у него. Ну, такой был порядок. И сейчас вы, собственно, гражданин Российской Федерации, сейчас, собственно, вы занимаетесь информатикой. Ну, не только информатикой. Не только, а еще у вас физика, математика. Нет, ну, еще математика, информатика и система управления. И система управления, да. Так вот, дорогие друзья, это я вообще все, как бы, собственно, к чему. К чему тут и секретно, и к чему тут еще что-то. Знаете, мы с вами очень часто говорим о людях, которые вот, ну, вот вокруг нас там ходят. И мы думаем, что все что-то вот такое вершат те, кто на первых, скажем так, ролях, да. Кого мы видим с вами по телевизору, кого мы с вами знаем, скажем так, и чьи имена передаем из уст в уста. Так вот, дорогие друзья, на самом деле вот ракетостроение, да, и полеты возможны благодаря таким ученым, как Виктор Борисович Чернявский. Напомню, кандидат технических наук, доцент Вятского государственного университета. Еще раз отмечу, что он работал в Днепропетровском государственном университете, позже в Национальном аэрокосмическом центре Государственного космического агентства Украины. И сейчас он преподает у нас в Вятском государственном университете. Дорогие друзья, это была первая часть нашего такого, скажем так, спаренного выпуска. В следующем мы поговорим о лунной гонке и ее актуальности в наши дни. Дорогие друзья, спасибо большое, что слушали нас сегодня. Что ж тогда, до свидания. Спасибо, Михаил, до свидания, всем удачи. До свидания.